Хребет Мелвилл Австралия Высоко расположен на гигантском булыжнике в Кейп-Йорке на севере штата Квинсленд. В 2013 году биологи обнаружили тропический лес, к которому можно добраться только на вертолете. В лесу были найдены удивительные виды животных, которые обитают только в этом лесу, как, например, ящерица Гекко с листоподобным хвостом. На труднодоступном плато в Венесуэле находится не одна воронка, но самой крупной из них является Сима Гумболь. Воронка была обнаружена лишь в 1961 году. Провал почти круглой формы падает на глубину в 314 метров. Она настолько большая, что на ее дне сформировалась собственная экосистема с множеством растений, неизвестных науке ранее. Учитывая мистическое и загадочное размещение, эта воронка как потерянный мир, оказавшийся на нашей планете. На глубине 2 километра 400 метров в Южной океании находится уникальный водный участок, который был найден в 2012 году. Это место подогревается гидротермальными источниками. Его температура доходит до 382 градусов по Цельсию. Огромные колонии до этого неизвестных видов буйно размножаются в теплой темной среде. Ученые обнаружили большое количество альбиносов, как например вот этот неопознанный осьминог или етикраб, который использует волосы на клешнях, чтобы выращивать бактерии, которые детоксифицируют отравленную воду. Горы острова Палаван. В 2007 году во время экспедиции на изолированной территории на острове Палаван были обнаружены таинственные растения на самых верхушках гор, словно остатки от другого мира. Ученые осмотрели экзотические виды, которые нигде на Земле больше нет. Как например настолько большое плотоядное растение, что оно питается грызунами и даже маленькими обезьянками. Также есть розовые папоротники и голубой гриб, которые остаются загадкой. Недавно было обнаружено, что кратер в один километр – это дом для многих животных, который стал изолирован от внешнего мира со времени его последнего извержения, 200 тысяч лет назад. Его исследовали в 2009 году. Для фильма BBC «Затерянный мир вулкана» группой было найдено больше 40 неизвестных видов животных, например, как эта гигантская крыса, размером 82 сантиметра в длину. В 1986 году во время геологических исследований перед строительством электростанции неподалеку от румынского города Мангалия на глубине около 18 метров была обнаружена закрытая пещерная система со своеобразными условиями, питаемая подземными водами, названная Мовилле. Она имела свою атмосферу. Эта пещера содержит уникальную экосистему, существовавшую и развивающуюся последние предположительно 5 миллионов лет. Без связи с дневной поверхностью было обнаружено 46 видов наземных и водных беспозвоночных. Среди них членостоногие, пиявки и моллюски. Обитатели пещеры слепы и ориентируются на ощупь и по запаху, а также улавливая малейшие вибрации камня, воздуха или воды. Гора Рорайма. Самая известная и по совместительству самая высокая Венесуэльская гора, достигающая высоту 2810 метров. Исследователям удалось найти здесь необыкновенное животное, которое они окрестили Катборозавром. Оно смахивает на огромную змею с лошадиной головой и горбами на спине. Длина его туловища приблизительно 15 метров. На этом месте были также обнаружены муравьи гулеверы, длиной больше 5 сантиметров, умеющие своими стальными челюстями перекусывать маленькие ветки. Но наиболее большим открытием стали останки древнейших животных, обитавших тут еще совершенно недавно, вследствие чего они умерли непонятно. Может быть, над ними проводили эксперименты вездесущие пришельцы? Эта догадка не лишена основания, так как недалеко от водопада экспедиции была найдена большая круглая площадка, полностью лишенная растительности и будто посыпанная каким-то серебристым порошком. Лабораторные исследования затем обнаружили, что это сплав очень редкостных металлов, которые нереально получить в неземных условиях. Самая глубокая точка Марианской впадины с самой удивительной экосистемой на Земле, где ее глубина составляет 10971 метр. Для сравнения, высота самой высокой вершины мира, Эверест, составляет 8848 метров. Однако на глубине около 1600 метров от поверхности Тихого океана находятся гидротермальные источники, которые нагревают воду до 450 градусов по Цельсию. Но она здесь не закипает из-за невероятного давления, в 155 раз выше, чем на поверхность. На дне Марианской впадины обнаружили гигантских 10-сантиметровых амеб. Для сравнения, длина обычной амебы – полмиллиметра. Холодная температура, высокое давление и отсутствие солнечного света, скорее всего, способствовали тому, что эти амебы приобрели огромные размеры. Хан Сондунг представляет собой огромную пещеру, которая имеет самые большие размеры во всем мире. В 1991 году обнаружил эту пещеру местный житель по имени Хоханг. Люди, которые проживали в этих местах, боялись находиться от пещеры на коротком расстоянии, потому что из нее доносился свистящий звук реки, которая протекает внизу пещеры. В подземном зале пещеры Хан Сондунг места хватит даже для 40-этажного небоскреба. Много лет назад в креше этой пещеры образовались провалы, через которые в подземные залы проник свет. Вместе с ним пришли и растения. Теперь в пещере можно встретить настоящие джунгли. Пещера настолько огромна, что в ней сформировалась своя экосистема. Внутри есть лес, большая река и еще много-много удивительного. Озеро Восток – это одно из самых больших озер на Земле. 15 миллионов лет оно было отделено от всего мира ледником в 4 километра. Под этим почти непостижимым слоем льда находятся неоцененные для науки материалы. Образцы, взятые с поверхности, показали, что подо льдом находится очень много живых организмов, ДНК которых не принадлежит ни одному известному нам.